Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Морзиёев провёл совещание, посвящённое анализу проделанной работы по социально-экономическому развитию Республики Каракалпакстан и задачам на перспективу. Каракалпакстан. Регион социально-экономическому развитию, у которого лидерам страны уделяется пристальнейшее внимание, оказывается всесторонняя государственная поддержка. Как итог, за последние семь лет здесь произошли беспрецедентные преобразования. Осуществлены коренные реформы и регион, десятки лет значившийся в списках неблагоприятных из-за райской трагедии, сегодня превратился в хаб внедрения достижений науки и инноваций, промышленного и инфраструктурного роста. Самое главное – повышение доходов людей. И всё это стало возможным благодаря чётко выстроенной стратегии развития. Было сформировано мощное правовое поле, принятые указы и постановления. Только за последние два года их семь были направлены на развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства в Каракалпакстане, улучшение инфраструктуры Махалей. Регион, где из 15 районов 12 были дотационными, теперь стал собственными доходами. В частности, реализовано более 5300 проектов за счёт 15 триллионов сумм инвестиций. На месте осушенного дна Аральского моря создано 1 миллион 800 тысяч гектаров зелёных насаждений. Улучшены жилищные условия 51 тысячи семей. Завершены строительно-ремонтные работы в 401 махале. Раньше о подобных цифрах и фактах даже и мечтать не могли. Сегодня это реальность. Уровень жизни населения последовательно растёт. В Каракалпакстане созданы особые возможности для ведения бизнеса, которых нет ни в одном другом регионе. В частности, в целях создания привлекательной бизнес-среды, дополнительного комфорта для людей региона, в два раза снижены налог на прибыль, налог с оборота, налог на землю и имущество, а социальный налог установлен на уровне 1%. В результате в распоряжении предпринимателей остаются 500 миллиардов сумм в год. Пристальнейшее внимание лично президент уделяет и развитию социальной инфраструктуры Каракалпакстана, минимизации экологических последствий Аральской трагедии, расширению системы дошкольного, школьного образования, здравоохранения, развитию инфраструктуры махалей, обеспечению людей чистой питьевой водой. Только за последние два года на развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства в Каракалпакстане было выделено 400 миллионов долларов США и 250 миллиардов сумм. Многие проекты реализуются в городах и районах, приорали во взаимодействии с отраслями экономики и регионами. На сегодняшнем совещании была рассмотрена проделанная работа в 2023 году и обсуждены задачи на 2024. Сегодня население Каракалпакстана превысило 2 миллиона человек. Ежегодно на рынок труда выходят 50 тысяч граждан. Главное, что у государства обратил внимание на необходимость обучения к современным профессиям, обеспечения работой и достойными условиями жизни. С этой целью на текущий год запланирована масштабная работа. В частности, объем промышленного производства намечено довести до 23 триллионов сумм, а также создать мощности по выпуску продукции на 2 триллиона сумм. В сферах текстиля, электротехники, фармацевтики и строительных материалах будет запущено 24 крупных проекта на сумму 5 триллионов сумм. Планируется привлечь 2 миллиарда 100 миллионов долларов иностранных инвестиций и принять меры по увеличению экспорта до 160 миллионов долларов. Для повышения урожайности в сельском хозяйстве будут привлекаться иностранные гранты. На 6 тысяч гектаров земли будут внедрены водосберегающие технологии, а 31 тысяча гектаров будет выровнена лазерами. Запланированы меры по ремонту инфраструктуры махалей и домов населения. На лечение лиц, нуждающихся в высокотехнологичных медицинских услугах, будет выделено 2 миллиарда 300 миллионов сумм. Президент поручил в течение года направить на проекты, основанные на инициативах граждан, 182 миллиарда сумм и еще 40 миллиардов сумм из местного бюджета. 10 триллионов сумм будет выделено на проекты в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса. Глава государства подчеркнул, что планы по созданию новых рабочих мест не соответствуют имеющемуся потенциалу и указал на дополнительные возможности. Например, в 51 промышленной зоне имеется 149 гектаров свободной земли. На их базе можно запустить 71 проект на сумму 775 миллиардов сумм и создать 1 тысячу рабочих мест. Или можно реализовать 10 тысяч гектаров свободной земли и привлечь 20 тысяч предпринимателей. Это означает 50 тысяч рабочих мест. Также имеется возможность освоить 85 нерудных месторождений и за счет проектов на сумму 7,5 триллионов сумм трудоустроить 10 тысяч человек. Глава государства отметил, что одним из больших резервов в этом плане является туризм. Поставлена задача разработать программу и создать кластер по развитию туризма в Каракалпакстане. Особенно экологического, этнографического и паломоческого направлений. Указана необходимость развития Нукусского аэропорта и увеличение авиаперевозок. Строительство новых гостиниц, модернизация музеев, расширение придорожного сервиса. Отмечена важность привлечения специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции. Обучение молодежи с 17 видом современных профессий, таким как иностранные языки, информационные технологии, дизайн, гостиничный сервис. Ответственные лица отметили, что есть все возможности для превращения Каракалпакстана в регион, свободный от безработицы. И определили меры в этом направлении. Субтитры создавал DimaTorzok